Добро пожаловать на нашу очередную пресс-конференцию. У нас в гостях опять Александр Мирозевич. Он опять пришел один, потому что выиграл сегодня партию против Вяна Гарвана. И, пожалуйста, какие-то комментарии по поводу сегодняшней партии? А это работает? Вот это работает? А, оба не работают. Они на стрессе. Ну, данную систему я отчасти ожидал, да, но времени на подготовку было мало, поэтому я решил не идти на какие-то принципиальные продолжения. Так, я, кажется, играл с Надичем в 2006 году. То, что я выиграл тогда у Надича и сейчас у Corona не означает, что это маломайская опасность для черных системы, но она содержит, может быть, какие-то свои нюансы. Понятно, что белые играют Д3-H3 достаточно непритязательно, поэтому, в общем, для черных большой выбор продолжения. Можно пойти рокировку, поставить ладью на И8, можно играть, как он играл, оставляя выбор для рокировки в длинную сторону, в общем. Это получилось как разменная испанская структура? Ну да, в какой-то степени, да, только в каком-то ухудшенном для белых виде. Вот, ферзь Е2, но это такой ход может быть... Ну, то есть я хотел пойти с ЛОНЕ3, соответственно, чтобы в случае размена бить именно ферзем, а не пьешкой. КНД7, ну, в подобных структурах КНЖ5, подобный напрыг, он всегда бессмысленно. Черные играют КНФ8, да, и потом играют Ф6, и, в общем-то, они стэмпом делают нужные им ходы. Поэтому, в общем-то, ход логичный. СЛОНЕ3, да, вот здесь был первый принципиальный момент, то есть у него был выбор либо в той или иной степени, ну, в той или иной варианте допустить размер слонов, либо уйти, допустим, СЛОНЕ6, да, может быть, я где-то могу подумать и АД4, может быть, что-то типа такого, но, по крайней мере, ход, который он сделал, тоже достаточно логичный. Размен КНЦ3, а Ферзь Д6, ну, то есть, видимо, если рокировка, сразу в длинную сторону надо считаться, что после 3-0 белый, возможно, успеть пойти Д4, то есть, ну, или черный, надо какой-то некрасивый ход КНЁ делать, вот. Ферзь Д6 выглядит потерей темпа, но, в общем-то, ход достаточно здравый, потому что, несмотря на кажущиеся потери темпа, довольно трудно белыми каким-то образом вскрыть игру, потому что, опять же, на КНЖ5 всегда есть ход КНФ8 с последующим Ф6 и какую-то найти игру. Ну, был еще какой-то план типа Ферзь Е3, С5, КНЕ2, потом пытаться по ТЦ3, ДЕ4, но это выглядит как-то очень медленно, и Ферзь на Е3 потом попадет где-то под ладью на Е8, мне как-то не очень, да. В 3-0 ход, наверное, по-своему логично, белые хотят пойти ДЕ4, С5 и КНЕ4, какая-то попытка найти какую-то игру, ну, то есть, здесь у него, конечно, был выбор, мог пойти Ж6, и после хода Ж6, а, я планировал как-то пойти типа Ж3, например, длинная рокировка, к примеру, хотя и с короткой рокировкой иногда она сейчас была, может быть, БЕ5 как-то, но мне кажется, что все-таки белые можем первые будут, ну, и тут я думал, как-то пытаться организовать Ф4, как, не могу сказать честно, каким ходом, но, в принципе, если белые придут Ф4, то очевидно, что черным, возможно, предусмотреть Ф6, и для подобной структуры, может быть, ход Ж6 будет немного лишним, да, то есть, ну, какая-то микро заоцепка для белых, хотя я думаю, что позиция все равно примерно равная. То есть, ну, отчасти это дело вкуса, я бы, скорее, пошел бы сюда черными, то есть, ход 3-0, как он пошел, возможно, да, то есть, КНФ5, наверное, ходить надо, потому что, ну, чтобы не давать ход ладей Е8, потому что потом уже на КНФ5 даже Ф8 можно пойти, потому что здесь ходить Ф8 как-то при несоединенных ладях как-то не симпатично, поэтому, скорее всего, надо бить. Позиция тоже, я думаю, примерно равная, просто, мне кажется, вот эту позицию белыми однозначно легче играть, потому что, в общем, достаточно понятно, что делать, в то время как у черных меньше конструктивных идей, как бы, да, то есть, он вроде играл логично, КНФ6 ход логично, ладей Е1, ладей Е8 ход выглядит логично, но следующих у черных Ф6, если белые ничего не делают, поэтому я делаю отчасти не атакующий, а именно профилактический ход, вот, и, ну, и как бы спрашиваю, а что Суопска ты будешь делать дальше? Здесь он сыграл Ферзь Д4, затрудняюсь сказать, насколько это вообще правильный план, ставить сюда Ферзя или нет, но вполне возможный. По крайней мере, белым надо считаться с тем, что после Ферзи Д4 может быть какой-то будет переход в Эмшпиль, и упрощение. В принципе, я пошел Ж4, он сыграл вроде достаточно логично А6, я сделал какой-то ход А2-А3, ну, ход, в принципе, полезный, да, потому что белые по-любому, скорее всего, рано или поздно пойдут король Б1, и форточка, она, в общем, пригодится всегда, плюс в ряде вариантов, как вы увидите, я отнял поле на БЕ4, вот, и предложил высказаться черным, он пошел А6, отчасти тоже форточка, да, то есть, если, предположим, где-то король придет на Б8, то черные тоже сделали какой-то полезный ход, и я, в связи, я долго думал, я пошел ладей Е3, потому что, в принципе, я сначала как-то хотел пойти король Б1, не могу сказать, что это очень умно, но, в принципе, вроде полезно, и вся идея в том, что теперь он может пойти конь Д5, и смысл хода А3, вот он был в варианте конь Е2, потому что конь Е4 вроде не проходит, я еще какое-то время зачем-то считал такой ход, ну, в принципе, черных всегда могут пойти назад, в общем, баба еще проблем нет, но вроде они могут даже пойти вперед, и здесь получается вот какая-то такая, значит, позиция, так, ну, надо ходить на Д5, иначе пешка на С5 теряется, и белых уходят, пардон, так, и я сначала полагал о репартии, что может быть опасно, но потом я посчитал, что взял, взял так, и как-то, то есть, если ладец один, то фирз Д3 шаг, белые теряют качество, а если ДЕ, то так, и как-то тактика, причем можно еще присуще включить, и ФСЖ6, по-моему, разницы нет, и тактика работает в пользу черных, потому что здесь черные вроде Си дают, Си дают больше, да, а если, соответственно, против конь Е2, вот возникало достаточно интересное, по-моему, вот тут я много читал, и вот тут черные, скорее всего, идут сюда, я хожу сюда, вот здесь вот сказано здесь, что я пошел А3, да, то есть у черных нет прыжка, как бы БЕ4, вот, ну, теперь, если конь Ф6, конь С3, мне это, по-моему, казалось, одна, ну, по-приятиям белых, все-таки там еще какой-то ферзь такой, там где-то прыгает непонятно где, но здесь два принципиальных хода, то есть, если ход на отбой, конь Е4, допустим, вот, какая-то такая позиция, так, так, теперь вроде, если бить, то, мне кажется, там лучше у белых после хода ферзи Е5, там, по крайней мере, я какой-то ничьей сходу не видел, а ферзь Б3, вот я еще какой-то ход есть, ну, тут какие-то Ф6, и начинается какая-то такая игра, ну, здесь у белых поприятнее, но выигран или нет, не могу сказать, то есть нужен более литвовичный счет, да, или черные могут так очукать, это, в принципе, я полагал, что тоже вполне возможно, как-то побил, конь ушел, и какая-то позиция, то есть, может, у белых лучше, но, не знаю, я не мог ее до конца оценить, как-то конь С3, ферзь Б3, Е4, если, например, Е5, то так, то есть, выглядит лучше у белых, но, с другой стороны, у меня все-таки король хуже, может быть, какие-то у черных контры шансы есть, ну, то есть, король Б1 был интересный ход по любому, вот, но я в итоге решил, как бы, пойти ладья Е3, ход в целом, в плане белых, да, то есть, ну, в общем-то, белые хотят, грубо говоря, пойти король Б1, и сбудется ладьями по линии Е, то есть, ну, так особо не видно ничего, и здесь вот, ну, пошел ладья Е7, ход, который мне не нравится однозначно, потому что мне казалось, что ему надо было, может быть, что-то типа такого, где-то делать, пытаться, по крайней мере, играть более активно, и здесь идея в том, что если я бью, 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 ой, в смысле, бью, шах, конь Д1, то есть, ну, в принципе, такая операция могла и без хода А6 возникнуть, то тут, мне кажется, ну, в принципе, черным нелегко усилить позицию, белые грозят пойти ладья Е3, ладья Д3, и мне кажется, что здесь вот фейдж 1, может быть, заслужил внимание, с идеей пойти А5, и здесь, ну, то есть, я могу пойти ладья Е3, допустим, А5, как-то жаж, но не выглядит это, что белые тут реально что-то сделают, ферзь же 5, как-то там король, не знаю, Б1, там, ферзь бьет, аж 5, ну, то есть, мне кажется, что вот это защитимое, ну, то есть, белых лично пешка, скорее всего, какая-то останется, но у черных, я думаю, достаточно активно, чтобы сделать, в общем, ничью, а ладья Сим, ход, мне кажется, не слишком удачный, после король Б1 у него как-то возникли некоторые первые трудности, потому что надо какой-то делать ход, и здесь уже выбор не такой, на самом деле, простой, потому что если он, например, пойдет ладья Е8, то я могу даже подумать о ходе конь Е4 здесь, потому что если он бьет конь Е4, я могу даже так пообить, и потом я пойду ладья Д3, и он остался неожиданно без линии, и там еще все время ресурс Ф6, поэтому это, в общем, не гадится, по-другому-то, тогда не вполне понятно, зачем он вообще так пошел, но я думаю, может, мы уже во все тяжкие пускаться, как-то пойти ладья Д6, ладья Б6, пытаться подцветно что-то подкрутить, хотя, конечно, это не очень вяжется с ходом ладья Е7 как-то, а конь Д5 ход, наверное, возможен, только вот здесь был интересный момент, потому что вот он побил, побил, да, вот здесь, на самом деле вроде все просто, на самом деле я вообще не мог понять, какой тут ход делать, потому что, как я пошел, я допустил одно, а если я пошел по-другому, я допустил бы другое, то есть я думал, если я начну с хода Ф4, то у него есть какой-то ход С4, по крайней мере, мне так казалось во время партии, и я могу как-то пойти Д4, конечно, но можно даже Е4 в ответ запереть, и там мне надо тратить темпы, там на С3, на С5 как-то, в общем, еще не факт, что эту пешку на Е4 или их его будет как-то съесть, а если пойти Ладея Е1, скажем, то есть он может, ну, предположим, побить-побить, Ф6 возникает прицель с партии, только он уже как бы разменял сбойную пешку, мне в целом казалось это на руку черным, вот, а поэтому я сыграл Ладея Е1, но здесь у меня был, конечно, ход такой какой-то, то есть не допускать того зажима, который он допустил в время партии, то есть с опуска ходом Ф4 я мог воспрепятствовать этому, да, и здесь вот, не знаю, тут, ну, по идее, белым надо бить, хотя, может, это необязательное решение, но если как-то бить, бить, Ф4, король Д7, какая-то хитрая позиция, что он хочет пойти Ладея Д4, и потом как-то на ФЕ пойти король Е6, Ладе Ф1, Ладе Ф7, разменять одну ладью, у него в целом достаточно активная фигура, ну, и потом пытаться менять керешки как-то, то есть, понятно, что преимущество белых, но насколько оно велико, я так не могу, да, сказать, вот, по крайней мере, с чистой практической точки зрения, я просто думал, что у него в этом идея есть, то есть, а он пошел, Ф6 ход меня безмерно, конечно, удивил, потому что после Ф4 мы вплываем в позицию, где у него практически нет разумного, разумного плана, и на вид, мне кажется, очень, очень опасная. Дальше последовала серия ходов, в принципе, достаточно логичных, да, и здесь я вот польстился по Ти-на-это Теншпиль, который, как мне показалось, возникает форсир, но времени уже было мало, поэтому его оценить было мне непросто, может быть, заслужил внимания по Ти-А4 с G5, и потом, скажем, разменять одну ладью и с надвинутыми бешками попробовать что-то, то есть, ну, на мой взгляд, это было серьезное, конечно, преимущество, просто, ну, так я не могу однозначно сказать, вот какой тут самый чистый план, как бы самый чистый, что такое, то есть я сыграл так, ну, в общем, ход, наверное, тоже себя содержит какую-то идею, и он сыграл АДИ-8, то есть, теперь, если белый играет АС-4, то вот тот вариант, который получился в партии, он невозможно, невозможно будет висеть пешка на АС-4, то есть я не смогу пойти туда, то есть, как бы, условно сделать еще полезный ход, это сложно, и АП-5-Ж, то есть я решил форсировать события, но не уверен, что это было по правильному решению, аж бы надо было поискать что-то еще, был, в принципе, еще какой-то, какой-то вариант взять, взять, по ТИ-4, например, ЛАДИ-5, и теперь двигать, то есть, там, скажем, как-то АС-4, если, ну, я не знаю, какой-то ход, например, С-5, может быть, например, как-то побить, побить, по ТИ-5, потому что все вот это связка достаточно сильная, может быть, белые там, грозят, по ТИ-6, и потом какой-то, соорудить переход с ПИ-6, то есть, может быть, вот это было сильно, а, ну, я просто не заметил одного хода, который я сейчас покажу, потому что мне казалось, что вот это все форсировано, и я досчитал, ну, С-5, наверное, ходить надо, иначе послала Диабет С-7, вот тут именно важно, что пешка стоит на H-3, то есть у меня не висит пешка на G-4, и здесь я почему-то считал только ладей F-4, и полагал, что я пойду к Рулю Диабет С-2, и буду иметь серьезные шансы, но ладей D-3, наверное, сильнее, и здесь я не уверен, что белых реально выигранно, и, ну, H-4 вроде логично, ладей F-3, король Д-2 вроде логично, король Д-4, король Д-2, да, и тут, тут, конечно, он сделал уникальный ход, то есть он побил на А-3 ход, который, по сути, грубый зевок, но, то есть, он, конечно же, увидел, что здесь есть такой вот пренеприятнейший шаг, вот, и по всей видимости, он то ли запаниковал, то ли что, но у него было полминуты на последний ход, но, естественно, что после правильного хода ладей F-4, я не знаю, смогли ли бы белых выиграть, и вообще, и выиграна ли эта позиция, мне казалось, по ходу партии, что это ближе к ничьей, потому что все-таки фигура черных слишком активная, и как-то трудно поверить, что тут, ну, то есть, я прикинул, какой-то такой вариант, что может быть, допустим, по H-5, так, так, то есть, например, если черный ходит так, вообще взял, то есть, ну, вот что-то такое, то есть, планов, ну, то есть, ясно, белые ставят и дальше черным проблемы, то есть, но, все-таки, вот эта активная пипешка с ладей, мне казалось, может быть, тут что-то можно искать черными, то есть, ну, по окремере сюда, а то, что получилось в партии, тут просто, ну, пипешки опережают, хотя, конечно, точность нужна, чтобы не попасть в Эншпельферзь против Лаади, это, как бы, главная надежда черных, серия шахов, ладей F1, да, вот тут был последний вариант любопытный, то есть, если бы я примитивно просто двигал пешки, то возникала вот такая примитивная позиция, типа так, скажем так, предположим ферзь, там как-то ферзь, ферзь, то есть, и тут, тут вот есть риск получить ферзь против Лаади, да, каким-то ходом, скажем, не знаю, F8, допустим, да, там шах, там пошел сюда, взял, ой, взял, F4, да, ну, где-то, ну, да, ну, или куда-то там, ушел, да, чтобы не зевернуть, то может быть там сюда, ладно, ну, да, там, скажем, взял, и там, как-то, если ферзи F4, корольцы, корольцы 3, как-то, да, а да, теряется, да, ну, может быть, да, ну, по крайней мере, это надо считать, куда его тесню, потому что иногда при, таком, это самое, иногда даже, основный метод защиты ферзь против Ладьи, это когда в какой-то момент делается точно ходит Ладьей от короля, она почему-то не съедается, ну, я, мне кажется, нашел Ладья 7 ход, который не допускает просто возникновения этого, и здесь Ладья 7, просто самый простой ход, и, в общем, все. Спасибо, а есть ли вопросы, по поводу сегодняшней партии, вопросов больше нет, спасибо за комментарий. Прекрасные вопросы, спасибо.